Я сейчас нахожусь на перекрестке Александру Челбун и Евгении Догой. Смотрю, здесь у нас патрульная полиция, но эвакуатор. Это уже район Рыжкановка. На Рыжкановке полиция быстрее реагирует и приезжает, чем на Буйканов. Ну и тому вот пример. Не знаю, то ли они патрулировали, то ли был вызов здесь. Но факт тому, что я наблюдаю, экипаж полиции работает, отключу я стрим него ненадолго. А еще у Фоски Мария, что Боисынгур фачит регули. Ну, Фоски Мария, Боисынгур фачит. Ну, а это, для вас, респект. Да, при Буйкане, после СССР, смотрю, патручатур полиция, пынче я вини. Один хрен вини. Ла Рыжкановка полиция в море пиде вини. Декэт Лабуйкань. Вову, боназио. Да, я патрульям, чтобы там, по экипаже патруль Лабуйкань, не снова вини, не снова респункс. Лабуйкань? Да. Як, пешти другом даму Лабуйкань, еще и Рыжкановка лабуйкань. А поища полиция в море пиде вини, декэт Лабуйкань. Не имею правду? Моя правду. О, сотрудники полиции с юмором. Ну, и здесь вот так вот эвакуация у нас происходит в БМВ. А, это... Ну, не хочу ерничать, показаться каким-то непонятным кем, но это наши гости с Украины. Очень много места они оставили, так же, как и местный житель Молдовы, то же самое. Вот. Ну, это гость Украины. Как обычно, гостей из Украины машины эвакуируются, потому что их найти не могут. И идентифицировать их не могут, потому что они, когда пресекают границу, они не оставляют никаких контактов для связи с ним, если что-то произойдет вроде этого. Ну, и вот так вот происходит эвакуация. Ну, экипажу 8825 респект просто, то, что наводят здесь в порядок. Ну, а здесь очень удобно ходить людям. Надеюсь, что и Opel постигнет та же самая, учит. Да, у Opel сейчас ты плачешь. А, автоэвакуатор, тот респект. Вот как удобно пешеходам ходить. Очень удобно. Ну, вообще, особенно для мам с колясками, для инвалидов-колясочников. Очень удобно. Мужчины недовольные. А это, кажется, владелец Opel появился, что ли? А, владелец Opel. То есть машина не будет его эвакуирована? А вот Ропель. А вот Ропель. Ропель, а вот Ропель? Ну, ну, ну. А, я говорю, что А вот. А что мне это фирма? Я фирма, что не указывает полиция. Драбое, но вы не можете стрянуть. Правильно, не употребляйте. И вот я там сказал полиция, респект. Да, право. Ну, я вам сказал, эй, куна. Я вам просмотно паркет заиск, что думал, что не спадет. Правильно, не спадет. Я тут измолез, я взбалил все машины, но я не буду продумать. Я думал, что это водитель Opel, но он просто ему сотрудник в полиции. Сдал, что здесь нельзя парковаться. Вот так вот идешь и нарываешься на репортаж. Потому что вот так вот полиция на Баиканах самостоятельно проводила профилактику, чего там нет. Было бы респект. А на Рысканах я часто вижу, что сотрудники полиции проводят профилактику. Очень часто это я наблюдаю. Просто очень часто. Ну, и по словам сотрудников полиции, Opel тоже уедет на парковку в профную. Вот здесь вот когда-то были деревья. Вот видите, заложили брусчатку. Было дерево. Пилили, не посадили другое. Заложили брусчаткой. Там тоже было дерево. Заложили брусчаткой и все. Нечем посадить деревья по краю, чтобы было красиво. Ну, у нас вот так вот происходит. А это, кажется, владельцы появились. Это гости с Украины, наверное. Наверное, в Украине так можно парковаться прямо в ступеньке, чтобы пешеходы не могли ходить спокойно. Ваша машина? Нет. Нет. А где парковать? А что вы снимаете? Я снимаю, как проводят служебные обязанности сотрудники полиции. А эта? Эта машина тоже будет эвакуирована. Ну, посмотрите, как и ваша вот машина, которая была в ступеньках. Вот даже на Украине по правилам, вы можете ехать на тротуар, но не оставить. Оставаться должно быть не менее полтора метра между машиной, зданием, либо бордюром. Здесь есть полметра? Никак нет. Правда? Очень некрасиво. Не может быть, она так и есть. Возьмите, проверьте, сколько там есть. А у нас по правилам в Республике Молдова на тротуар можно въехать, если в том случае стоит знак П, парковка, и дополнительный способ постановки машины, как можно въехать. Если этого нету, то и заезжать нельзя. Потому что у нас разные правила дорожного движения. Они отличаются от украинских и Молдавских. А вот и водитель, который сейчас будет заплачивать эвакуатор, еще и штраф за неправильную парковку. А это то, что в сутки, в сутки? А? Не, ее уже опускают, потому что появился владелец. А это заплатил штраф? Нет. Он сейчас получит штрафной протокол, оплатит эвакуатор и изобрет машину. Если он не оплатит эвакуатор, то машина уедет на штрафстоянку в трошину. Такая процедура. А штрафной протокол он уже может в течение сутки, двое, трех заплатить. А штраф после этого будет? Ну, штраф устанавливают полиция. Ты блогер, да? Да, у меня есть сайт. Как называется? Водить по Молдавски Никола МД. Водить? Водить по Молдавски Никола МД. И по всем? Да, по Кишиневу, да. Я житель Кишинева. Водить по Молдавски Никола МД. Водить по Молдавски? Никола МД. Что такое? И, кстати, я полицию сюда не вызывал. Они сами здесь проводят профилактику. Но каждый день. А что это было? Здесь полиция сама каждый день проводит профилактику. Их сюда никто не вызывает. Они каждый день здесь бывают. До обеда два-три раза. После обеда два-три раза. Ничего, ничего. Ну, вот видите, вы припарковали машину прямо в ступеньки. Что очень ненормально. Ну, я понимаю. Ну, опять же, это ненормально. Ну, хоть владельцы и гости с Украины с юмором. Все нормально. Там вот владелец опеля. И обратно объясняют. Я что, я делал круги. Я не мог найти парковку. Вы что? Ну, если ты знаешь, что здесь проблема с парковками. Оставь ее где-нибудь в другом месте, где можно. И сюда добирайся к другим способам. Такси. Общественный транспорт. И прогулялся песочком. Либо от Григория Вьеру, либо от Колумна. Там троллейбус проезжает. И там такси может спокойно остановиться и высадить пассажира. И забрать пассажира. Либо здесь вот тебя привезет. По Александру Челбун тоже может такси остановиться, высадить. Либо забрать пассажиров. Еще страшного. Ну, а у нас, вот видите, вот такая вот ситуация. На данный момент. Чтобы вот так вот полиция на Байканах выполняла свои служебные обязанности и делала профилактику на проблемных локациях. Там нет такого. Я только на Решкановке такое встречаю. И нет-нет, на Ботанике тоже встречал. Потому что полиция сама проводила рейды. А здесь ни в какую. В общем, вот такого-то... А, нет, это владелец BMW. Я думал, что это владелец Opel. Это владелец BMW оказался. Сейчас шрам будет у него 900 лет за эвакуатор. Не будет. Он сейчас будет платить 900 лет. Да, Никола МВ. Зовут Николай, житель Кишинева. И трудоустроен, работаю. Есть крыша над головой. Все у меня нормально. А то обычно мне лепят по стычке, что я должен найти работу. А то я без работы. Да, я без работы. Она, маженеры, может быть. Вот, он один из суперских блогней. Вам спасибо за комментарий. Я тоже веду запись сейчас как раз. Вот, видите, позитивные люди, гости наши. Не то, что наши местные начинают сразу боковать и лезть в драку. Они просто хотели... Ну, вы вовремя пришли. Сейчас водитель за эвакуатор заплатит 900 лет. Обратно 100 лет. Вы еще вовремя появились. Обычно они быстро работают. И потом уже ехать надо в крушеную. Каждый час стоянки в крушеную стоит 45 лет. За простой машины. А за эвакуатор 800 с чем-то. Ну, короче, грубо говоря, 900 лет. Если водитель сейчас не затотит, то машину эвакуируют по-любому. И ты на Instagram или где? Есть TikTok, есть YouTube-канал, есть Telegram-канал. Канал так же называют. Номер мой запиши, а потом ты мне скинешь. Возьми, запиши его. Ну что, справка. Все, я тебе сейчас дам гудок. Ну а я отсюда местный. Молдаване. Все, есть. Сейчас я дам гудок. У меня родники в Украине дожжина. И в Черниговской области, и в самом Киеве, и в Одессе есть. Ну, это хорошо, что хоть на позитиве. А то обычно у нас, знаешь, местные, там готовые. Тут еще можно как-то пройти полметра. Ну, для мамы с колясками инвалидам проблема. А другие паркуются прямо в прицепке. Мамы идут с колясками по прежней части, им делают замечания, они в драку лезут. Да, нет, мы не знали. Да, я увидел. Ну, у нас местные любители тоже нарушают правила и парковаться не по правилам, и другим дают примеры. И это вот послужило этим поводом у вас. Ну, вы хоть вовремя пришли. А я тебе сейчас покажу, как это называется. А, Николаев. Николаев, как ты делаешь? А? Николаев, что ты говорил? Николаев, все. Просто сборки. Канал называется «Водить кому-то, Никола МД». Да, я тебе сейчас покажу, как выглядит. А ты очень-то напишешь. Молодец, я сейчас покажу. Вот, видишь, это YouTube-канал. Видишь, как написано? Вот так самое забьешь в YouTube, и ты меня увидишь. «Водить по-молдавски, Никола МД, латинский мебок». А ты мне это... Я тебе могу скинуть ссылку, если захочешь. Ну, конечно. Скину ссылку тебе. Беспроблемно. Ну, а вот, видишь, «Опель» поднимают. А ты говорил, что его не эвакуируют. Вот, видишь, прямо приспешивая штука эвакуации. Ну, в общем, боевой сбежала эвакуация. Эвакуируется наш местный на «Опеле». Ну, и сейчас снимаю наклейки. Машина была, по ходу, горячая. Наклейки от полиции тяжело снимаются. Поверят все, они доверят, если скились, как-то хорошо. Ну, и вот «Опель» едет. Точнее, будет ехать в Трушену. Его поднимают. В общем, вот такая вот ситуация. За эвакуатор уже заплатили. Все нормально. Ну, полиция, красавчики. 8825 экипаж. Чтобы все так полиции служили, которые не проезжали мимо. Хотя, могу сказать, что здесь у них планированные зачистки постоянно происходят на «Александр-Челбон». Они часто здесь патрулируют и часто эвакуируют. Да и не только здесь. Да и по Коломне тоже разъезжают. И со стороны Рыжкановки тоже очищают улицу. Ну, и «Опель» уже на платформе. Сейчас будут колеса закреплены. И помчится «Опель» в Трушену на стоянку платную. Когда в городе станут платные парковки, я хочу посмотреть, как тогда будут забиты эти парковки. Потому что большинство водителей привыкли, что все бесплатно. Ну, и позволяют себе заезжать в центр города и бросать машину, где попало. Не только на парковках. Ну, в данном случае здесь «Трат-ту-вар». Парковочные карманы вот там дальше. Ну, и сотрудники полиции фиксируют эвакуированный «Опель». Водителю БМВ передается водическое удостоверение. Ну, и ознакомливается он со столкным протоколом за нарушение пункта 44. Заезд на тротуар. Опа! А, я думал, что появилась владелец, а она спрашивает за те машины. Там парковочные карманы, там полиция не эвакуирует. Только здесь, на тротуаре. Это владелец, наверное, какой-то машины думал, что там будет она. Будет эвакуация, прибежала. Ну, вот это парковочные карманы. И водители могут там парковаться, но не здесь. И «Опель» мчится в Крушене. По-другому, полиция остановила движение, чтобы эвакуатор выехал. Вот адекватный, Гочи с Украины. А то мне попадались какие-то Гочи с Украины, агрессивные, там, в драку лезли, за какие-то законы мне фантастические рассказывали, непонятные. Вот адекватные люди. Поняли, да, заплатили эвакуатор, получили штраф и все, съезжают. Ну, а полиции респект. Ну, просто именно этому экипажу, именно этому экипажу респект. Приехали, увидели, навели порядок, поехали дальше. Ну, я тоже буду двигаться дальше по своим делам. Лапра на работу. В общем, всем пока и до новых встреч.